Секунду. Уважаемые дамы и господа, коллеги, приветствуем вас на площадке Международного мультимедийного пресс-центра «Россия сегодня». И мы начинаем с вами работу по программе Международного практического конференции «Международный опыт технического регулирования и стандартизации в области сохранения культурного наследия». У нас достаточно плотный график работы, просьба придерживаться спикеров регламента, регламент где-то на выступлении полчаса, не больше, 20-30 минут. Так что, вначале хотелось сказать, что проблема стандартизации технического регулирования, она на данный момент очень актуальна. В нашей стране это вопрос достаточно новый, хотя мы понимаем, что история отечественной реставрации прошла послевоенный цикл становления, но он в большей степени торгнулся в некие другие принципы традиционности, передачи знаний конкретно от человека к человеку. На создание коллективов, в которых эта традиция хранилась, и в общем был сильно персонифицирован. И в те годы уход любого специалиста, крупного, он начинал даже некой трагедии, потому что уходил на целое направление. После принятия нового закона объекта культурного наследия в 2002 году прошел некий период осмысления, а что надо. И вот только в 2007 году при Министерстве культуры появился технический совет по нормированию и техническому регулированию, который взял на себя функции сбора информации. Тогда это была форма свода правил, а это было некое накопление, уже собирание накопленного опыта и перевод его уже в некий такой стандартизированный вид. А с 2012 года в сфере у нас действует технический комитет культурное наследие, который образован при Росстандарте. Это федеральное агентство по метрологии и нормативному регулированию, техническому регулированию. И вот за это время у нас в обиход уже вошли, насколько многие знают, уже выпущено 19 стандартов, которые уже, национальных стандартов, в обиходах разные сферы, подготовленные документы, которые могут легализовать отрасль, это так называемые изменения в обществе классификатора. Я надеюсь, до конца года он войдет тоже в действие. И подготовленные документы, которые на будущем определяют нашу политику, но они пока еще только в стадии обсуждения и некого осмысления. Это технический регламент в сфере сохранения культурного наследия и положение сохранения культурного наследия. Вот этот весь блок документов, без национальных стандартов, они будут дальше возрастаться. Сейчас в работе порядка 10 новых стандартов, в том числе связанных и с объектами всемирного наследия. И вот эта конференция, которую мы проводим, она, в общем, посвящена некому обмену опытом, пониманию, расширению границ, не только, так сказать, в границах отечественной школы, нашего, так сказать, понимания этой сферы, ну и попытка, так сказать, гармонизировать это с международным опытом, узнать от коллег, как в других странах это происходит, каким образом регулируется, так сказать, вот то, знаете, тонкая сфера, когда мы понимаем, что реставрация, сохранение – это некая сфера все-таки гуманитарная по своим итогам, но она использует технические инструменты. И очень важно, чтобы технические инструменты были, так сказать, корректны, чтобы возникал в среде, как в национальном уровне, так и в международном, некий общий язык и общее понимание принципов и, так сказать, методов работы, как некий каркас, на основании которого может, извините, развиваться любая школа. Так что вот, примерно вкратце, мое выступление. Я хочу передать слово, приветственное слово Цветнову Владимиру Анатольевичу, директору Департамента государственной охраны и культурного наследия Министерства культуры Российской Федерации. Спасибо. Спасибо, Сергей Борисович. Там слышно микрофон? Слышно, да? Я от имени Министерства культуры хотел бы поприветствовать всех вас, моих коллег, всех наших зарубежных. А мне некуда здесь, я бы нажал бы куда-нибудь, но мне просто некуда лежать. Давайте я поближе к микрофону подойду. Приветствовать наших зарубежных гостей, наших зарубежных коллег, которые нашли время, чтобы приехать обсудить вопросы, по которым мы сегодня собрались, вопросы технического регулированного стандартизации в области сохранения культурного наследия. И вот международный опыт, слово есть, которым мы сегодня все будем заниматься, это основополагающее, то, что мы сегодня обсудим. У нас, в общем-то, мы не то, что мы в начале пути, мы уже, в общем, хорошо двинулись в области стандартизации в России. У нас есть концепция развития национальной системы стандартизации Российской Федерации на период до 2020 года, которая утверждена правительством Российской Федерации. Мы уже с 2013 года утвердили, как Сергей Борисович сказал, несколько уже стандартов. В нашей сфере идет большая работа этого технического комитета нашего по внесению дополнений в классификатор видов экономической деятельности АКВЭД и общероссийский классификатор видов экономической деятельности. Хотел бы еще раз вам сказать, что речь не идет о том, что мы отстаем от кого-то, или речь не идет о том, что мы что-то неправильно делаем. Мы, в общем-то, на правильном пути. Еще раз возвращаясь к международному опыту, призываю вас сегодня обсудить следующий вопрос, Сергей Борисович. Мы вот за последние 2-3 года в нашей сфере, ну, наверное, все вы знаете, мы, в общем, хорошо двинулись вперед с точки зрения такой гармонизации с международными экспертными организациями. В 2014 году России вернули аккредитацию полноправного члена Межправительственной организации ИКРОМ. Как вы все знаете, мы уже организовываем совместно со специалистами ИКРОМа курсы уже здесь, в Российской Федерации. Курсы деревянного зоучества в Кижах у нас вот начинаются. Потом усилиями нескольких человек России вернули аккредитацию ИКОМОЗ, полноправного члена ИКОМОЗ. Я полагаю, Наталья Михайловна Алмазова сегодня тоже скажет несколько слов об этом, как это проходило и что такое ИКОМОЗ для Российской Федерации. Я призываю пойти примерно по такому же пути с точки зрения вопросов международного сотрудничества в области стандартизации. Еще раз говорю, не только потому, что мы где-то отстаем, мы не отстаем. Просто международный опыт – это всегда что-то новое. Международный опыт – это выход за рамки наших границ, международный опыт – это немножко другое понимание вопроса. Много различных организаций, много разных ассоциаций, которые в мире существуют по данным вопросам. Там WTA организация, которая там вот Чехия, WTA Германия. Можно это пообсужить. Итальянцы там по вопросам стандартизации тоже находятся. В общем, да. И вот, Сергей Борисович, обсудите сегодня, пожалуйста. Я призывал бы вас с точки зрения резолюции этой конференции как раз вопрос о сотрудничестве в области стандартизации международными организациями и какими уже международными организациями это вы примете решение поставить уже как бы работу в углов угла. Еще раз вас приветствую на этой конференции. Хочу пожелать вам удачной работы. Действительно, график у вас сложный, график у вас сжатый. Но, может быть, это и хорошо. Может, это и хорошо, потому что в один день вы, в общем, все свои мысли скажете, сразу все обсудите, послушайте зарубежных коллег, и, вероятно, эта конференция может быть о началом той вот большой работы, которая будет, и, может быть, сделаем ее, может быть, сделаем даже какую-то биеннале ежегодной или конференцией, потому что это очень правильно. Потому что все-таки пути вырабатывать нужно, правила игры вырабатывать нужно в нашей сфере, а стандартизации и вопросов нормативно-технического регулирования – это одни из них. Еще раз спасибо, спасибо международным коллегам, спасибо вам за то, что вы пришли, всем удачной работы. Спасибо. Спасибо, Владимир Анатольевич. Сейчас я хотел сказать, у нас есть аудитория Волков, Андрей Анатольевич? То есть, к сожалению, кого нету, да? Ну, я, может быть, пользуюсь такой паузой, бы сказать, все-таки вот с подачи Владимира Анатольевича, я бы просил бы Наталью Михайловну Алмазову от имени Национального комитета ИКОМОЗ, ну, сказать нам приветственное слово, ну, и, как бы, может быть, заручиться их поддержкой в нашей работе. А вот как спикер с микрофонами, или как это все будет выглядеть? С микрофонами. Все, порядок, порядок должен быть. Уважаемый президиум, уважаемые коллеги, позвольте приветствовать вас на таком важном и очень нужном для сферы сохранения наследия и в нашей стране, и за рубежом мероприятия. Ну, как вот анонсировал Владимир Анатольевич, сейчас мое краткое приветствие, я остановлюсь буквально несколько слов о ИКОМОЗ. Ну, наверное, присутствующим известно, что эта организация была создана в 1965 году благодаря инициативе стран-победительниц во Второй мировой войне и на фоне колоссальных разрушений, которые потерпела Европа и Советский Союз во время Второй мировой войны. Из уважения, большую инициативу и одной из основополагающих участия в создании этой организации принадлежала Советскому Союзу. Не случайно, что первым вице-президентом международного ИКОМОЗ стал наш с вами соотечественник Иванов, в то время возглавлявший ВАОПИК в Советском Союзе. С учетом того, что Вторая мировая война уничтожила огромное количество ценностей практически во всех странах Европы, эта организация была призвана создать некие нормы, подходы, методики, а самое главное, объединить вокруг себя ведущих специалистов мира в разных дисциплинах для сохранения наследия будущим поколениям. Не могу не подчеркнуть такую особенность, что и это дань уважения к потерям Советского Союза нашего народа и в культурном смысле, и в человеческом, что это единственная организация была в мире, в которой русский язык был официальным языком общения, наряду с английским, испанским и французским. Ну, к сожалению, нас постигло печальное обстоятельство, и последние годы российский ЭКОМОЗ практически не работал. В этой связи в 2014 году Национальный комитет утратил аккредитацию и был ликвидирован. И в течение двух лет волонтерская группа по дорожной карте Международного ЭКОМОЗа создавала новый Национальный комитет ЭКОМОЗ «Россия». В 2015 году эта структура была зарегистрирована в Минюсте впервые за всю историю существования Национального комитета ЭКОМОЗ. И в 2016 году в Стамбуле на ежегодной Генеральной Ассамблеи ЭКОМОЗ Национальный комитет получил официальную аккредитацию, после чего было подписано соглашение о сотрудничестве между Национальным комитетом и Международным комитетом. И с 1 января 2017 года Национальный комитет ЭКОМОЗ «Россия» работает. Сегодня идет процесс создания научных комитетов. Как известно, основная деятельность ЭКОМОЗ, как имеющий статус экспертной организации номер один в мире по классификации ЮНЕСКО, его главная функция – это выполнение экспертиз, консультаций, обмен опытом передовым. Все это происходит в рамках научных комитетов. 27 научных комитетов находятся в Международном ЭКОМОЗ. Участниками Международного ЭКОМОЗ являются 110 стран в мире, в общей сложности приблизительно 9,5 тысяч человек. Национальный комитет ЭКОМОЗ «Россия» сегодня объединяет в своих рядах 276 членов. Хочу сказать, проанонсировать, в данный момент заканчивается прием заявлений от специалистов на вступление в Национальный комитет ЭКОМОЗ. Он будет завершен 20 сентября. Если вы соответствуете требованиям уставным и этическим принципам, то, милости просим, пожалуйста, подавайте свои анкеты. Совет Национального комитета и Администрация Международного комитета в Париже будет рассматривать эти анкеты и в случае положительного решения вы станете членом этой организации. Это важно. Теперь по тематике, хочу вернуться к тематике сегодняшней встречи. Повторюсь, вся работа, кроме обеспечения, так скажем, номинаций от стран-участниц для выдвижения своих объектов на статус всемирного наследия, в комитет всемирного наследия ЮНЕСКО, основная задача, подчеркну, национального комитета, это проведение экспертиз и консультаций в области как памятника всемирного наследия, так и в принципе объектов культурного наследия, которые попадают или включаются в номинационный список. И во главе угла этой работы стоит, естественно, создание грамотных планов управления, которые функция по созданию их, она принадлежит, ну прежде всего, собственнику этих памятников, эксплуатирующим организациям. А функция КАМОСа – это обеспечение методологической помощи, консультативной помощи, а также экспертизы такого рода документов. Ну и, безусловно, это невозможно без достаточно серьезной, ответственной, мне хочется это подчеркнуть именно ответственной, а главное, профессиональной нормативной базы в этой области и в этой сфере. И тут большую помощь и работу будут проводить научные комитеты, национального комитета КАМОС, которые сегодня создаются. На настоящий момент создано три научных комитета. Первый комитет – это управление археологическим наследием, далее комитет по индустриальному наследию и инженерному искусству, и комитет по теории и практике, инженерной диагностики, стереофотограмметрии и так далее, и методик, связанных с подготовкой исходных данных для создания проектов реставрации на объектах, номинируемых и имеющих статус. И самый главный момент это сегодняшний мониторинг состояния памятников, которые имеют статус всемирного наследия, а также входит именационный список. И в этой связи в рамках Федерального технического совета в программе его удалось заложить три, Сергей Борисович, три стандарта мы заложили по этому поводу, три стандарта, которые планируем разрабатывать совместно с техническим комитетом, то есть научные комитеты национального ЭКОМУС и технический совет, создаются рабочие группы, в рамках которых эти нормативные документы будут разрабатываться. Это открытая площадка, прежде всего для диалога, прежде всего для обмена мнениями, и все желающие принять в этом участие могут написать на официальный сайт национального комитета ЭКОМУС и принять в этом участие. Кстати, информация о научных комитетах там размещена. Ну и в завершение не могу не сказать о том, что в уставных обязанностях международного ЭКОМУС и национального ЭКОМУС одним из главных направлений является гармонизация международных норм сохранения объектов всемирного наследия, прежде всего с национальными стандартами. И это, в общем-то, главная задача, которая стоит, наверное, перед всеми нами. Ну и в заключение хочу поблагодарить за слово. Извините, может быть, больше времени заняло. Мы открыты к сотрудничеству и всегда рады видеть специалистов в наших рядах. Спасибо. Уважаемые коллеги, приветственные слова у нас не долго длились. Мы сейчас приступаем к работе. В основной я хочу представить слово Паулю Мерсу, архитектуру профессора отделения реставрации, модификации, реконструкции и трансформации факультета архитектуры, градостроительства и строительных наук, технологического университета Делфта, Нидерланды. По теме технические стандарты и техническое регулирование Голландии, области реновации, реконструкции и сохранения ветоисторического и культурного наследия. Наглядя, спикером, регламент 20-30 минут. Прошу. Сейчас я бы хотел поделиться впечатлениями о своем визите сюда. И я попытаюсь быть кратким. Помимо работы в университете, я работаю в исследовательском агентстве в качестве консультанта и пытаюсь привлечь интересы к развитию и реставрации памятников, имеющих историческое значение. И я полагаю, что было бы интересно поделиться с вами опытом из этой сферы, а также поговорить о законодательной базе из этой сферы. Потому что, безусловно, в разных странах мира законодательство немного различается. Это касается и качества жизни, и климата, и условий. И очень важным аспектом наследия для нас является архитектура, датируемая 13-20 веками. И это касается также не только исторических зданий, но и промышленных зданий. Это имеет отношение и к идеологии, особенно послевоенного времени. И, конечно, здесь речь идёт не только о технических аспектах, а о пересмотре всего отношения к сохранению культурного наследия. Ещё одна вещь, о которой надо помнить. Голландия – небольшая страна, но у нас очень богатое культурное наследие. У нас много муниципальных подразделений с красивыми ландшафтами и историческими зданиями. И, конечно же, что касается исторических ландшафтов, здесь речь идёт о развитии градостроительства без нанесения вреда историческим ландшафтам. И, конечно, мы должны сохранить это наследие. Это наша основная и сложная задача. Ещё один аспект – это, каким образом мы относимся к памятникам в нашем обществе. Что делает памятники интересными для нас в Голландии, особенно что касается государственной политики. Мы не рассматриваем памятники как музеи, которые находятся вне повседневной жизни. Мы полагаем, что очень важно, чтобы они являлись частью повседневной жизни, чтобы простые люди могли прийти и получить удовольствие от памятников архитектуры и культурного наследия. И, конечно, это не должно быть вмешательством. Я имею в виду реставрационные работы. И мы, конечно, также опасаемся, что вмешательства в реконструкцию здания могут привнести новые качества в эти исторические памятники. Для нас историческое наследие – это не то, что вы видите слева на картине. Вы видите, это картина Рембрандта, датирована XVII веком. Но это компьютерное моделирование. А справа вы видите также современную девушку, которая с любопытством взирает на то, что искусство из прошлого может привнести в современную жизнь. Если вы тщательно, если вы внимательно посмотрите на картину, вы увидите на ней вот этот воротничок исторический. У нас очень большое количество памятников, которые сейчас находятся в запустении. Церкви, которые теряют свое историческое обличие, монастыри, старые школы, они все утрачивают свои функции. Мы должны понимать, что это историческое наследие, но если мы не вдохнем в них новую жизнь, мы можем их потерять. Если быть кратким, конечно, вся наша страна – это страна исторического наследия, потому что она полна интересными регионами, традиционными памятниками, ландшафтами, историческими городами и музеями. Есть два способа, которые мы используем при внесении этих памятников в реестр. Во-первых, это памятники, которые нам все известны. Есть особый закон, который регулирует внесение в реестр этих памятников архитектуры и культуры. Я полагаю, это немножечко отличается от того, что существует у вас в России. Мы пытаемся гармонизировать нашу политику с обычным планированием застройки. Вторая часть сохранения исторического наследия – это специальный подход к планированию. И, как вы видите, у нас очень много исторических памятников. И можно заносить в реестр исторические памятники согласно их особым характеристикам. Порядка… Голландия немножко меньше, чем Россия. И, тем не менее, у нас порядка 30 тысяч муниципальных памятников и заповедных мест. И это, как вы видите, у нас большое разнообразие исторического наследия и большое количество памятников. Это очень длинный слайд. Я думаю, вы его потом прочитаете. Здесь описываются методы занесения в реестр исторических памятников. Для того, чтобы начать реконструкционные работы, нужно получить разрешение на строительные работы. И что касается агентства по сохранению национального исторического наследия, они действуют в качестве консультационного органа. Это у нас не директивное законодательство. То есть, вы видите, искусство реставрации заключается не в государственном регулировании, а в тех навыках и умениях, которые люди, занимающиеся этим, применяют. И важным вопросом является то, что необходимо для каждого памятника найти суть, каково его основное качество. Например, если мы реставрируем церковь, нужно сохранить её основные характеристики. То есть, это касается команды или конкретного человека, который занимается этим проектом, который обязан включить максимальное количество деталей в этот проект. Нужно провести тщательный анализ объекта исторического наследия, который предстоит реставрировать. Что касается сохранения объектов исторического наследия через специальное планирование, мы должны проводить инвентаризацию характеристик объектов исторического наследия. Это не значит, что всё в Голландии находится под защитой государства. Но, тем не менее, большая часть объектов находится под защитой государства. Необходимо учитывать городскую морфологию и также все качества, которые выходят за рамки стилистики исторических памятников. Возвращаясь к внесению в реестр памятников и государственного регулирования, вы видите, что необходимо, прежде всего, принимать во внимание безопасность строительства, пожарную безопасность, учитывать окружающую среду. Во-вторых, это городское планирование, ландшафт крыш, линия крыш, городская морфология и так далее. В-третьих, это законодательство, касающееся архитектуры. Есть традиционная архитектура, есть новые здания, разработанные современными архитекторами, но они должны быть вписаны в контекст исторических ландшафтов. Конечно, это, конечно, связано и со вкусом архитектора, но, тем не менее, в настоящее время мы описали основные требования к архитектурным аспектам. И, конечно же, необходимо принимать во внимание культурные ценности. Как вы видите, прежде всего, общие правила законодательства и законодательство городского планирования имеют большое значение. Очень трудно иногда следовать закону, потому что всегда существует возможность найти какое-нибудь исключение из правила. Но такого рода отклонение от законодательства должно быть утверждено и одобрено. Например, если требования пожарной безопасности требуют отойти от основного законодательства, возможно получить разрешение на исключительные действия в данном случае, для того, чтобы создать достаточное количество пожарных выходов из здания, например. И, конечно, все это базируется на личной оценке экспертов. Мы используем специалистов, которые работают как самостоятельно, так и в комитетах по архитектуре. И все законодательные нормативы должны быть учтены. Специалисты должны убедиться в том, что на месте проведения реставрационных работ осуществляется все в соответствии с законодательством. И все это касается также использования исторических зданий, и также долговременности принятых мер. Очень важно учитывать опыт специалистов, которые работают в сфере сохранения культурного наследия. Необходимо собрать все воедино для того, чтобы создать стоящую работу в области сохранения культурного наследия. Как вы видите, нам предстоит очень много обсудить и много сделать. Это означает, что дискуссия о том, что же есть ценность, объект, представляющий ценность культурного наследия. Мы должны все-таки использовать определенные исторические принципы оценки и документы при определении исторической и культурной ценности памятника или здания. И только это поможет нам сказать, что является наиболее важным. Отчасти это касается исследования цветовой гаммы памятника, отчасти это касается археологических изысканий. То есть это касается всех сфер исследования. Но при оценке культурной ценности объекта мы должны учитывать не только материальную ценность, но и концептуальную ценность объекта в более широком контексте, не только в контексте материальной ценности памятников. В целом, как вы видите, приходится следовать различным рекомендациям. Это касается материалов, используемых при реставрации, морфологии того или иного места, где проводятся реставрационные работы. И, конечно, мы должны учитывать логику места, где проводятся работы. Мы должны учитывать символическую значимость памятников и передать её в максимальной степени во время и после реставрационных работ для того, чтобы люди почувствовали, каково это было раньше. Я постараюсь всё это объяснить. Вы видите, у нас есть два направления директив по работе с памятниками. Но, тем не менее, мы получаем субсидии от правительства, но мы должны соблюдать и директивы. Вы видите, здесь очень большой список директив касательно древесины, каменной кладки и прочих материалов. Здесь порядка 60 страниц, перечисляющая определения, организации, материалы. Что мы должны делать? Здесь предлагается процедура самого процесса реставрации, требование к квалификации людей, которые работают на реставрационных работах, требование к их образованию, квалификацию к организациям, которые могут принимать участие. В реставрационных работах, разрешение на модификацию тех или иных материалов и так далее. Это очень интересные документы. Они касаются типов извести и штукатурки, которые могут использоваться при реставрации. Сейчас у нас ведётся широкая дискуссия относительно того, нужно ли нам следовать этой директиве, или же мы должны совершать оценку применения того или иного материала на местах. И, конечно, мы используем международный опыт и большое количество международных экспертов, но, тем не менее, мы должны определиться, насколько жизнеспособны наши подходы, насколько они конкурентоспособны на международном рынке в данной сфере деятельности. Потому что на данный момент пока что мы не нашли идеального решения. Что касается исследования к покраске при реставрационных работах, это тоже зависит от типа памятника. И распространённой практикой является проведение цветовых исследований, исследований цветовой гаммы при реставрации исторических зданий. Ну и, наконец, я хотела бы сказать несколько слов относительно того, что же мы делаем со своими памятниками. Некоторые коллеги критикуют нашу работу, считают наши поступки несколько сумасшедшими, некоторые одобряют, но, тем не менее, у нас существует достаточно возможности в Голландии вдохнуть новую жизнь в исторические памятники. И мы стараемся продемонстрировать это. Мы устраиваем книжные магазины в зданиях церквей, которые мы восстановили. Мы стараемся всячески пропагандировать то, что мы делаем. Большое спасибо за внимание. Ну, знаете, я бы хотел бы такую маленькую заметку сделать, что вот, в принципе, вот те проблемы, которые вы обозначили, они у нас вот после завершения какого-этапа, собирания опыта в виде совода правил, стандартов и так далее, они потихоньку переходят в ту сферу, когда у нас возникает необходимость вот этого междисциплинарного регулирования и междисциплинарного регулирования в нашей сфере. Когда вопросы безопасности, пожарной безопасности, технической безопасности, средового подхода, включения в некую концепцию развития территории. И, так сказать, вот эта дискуссия даже сейчас с Минстроем Российской Федерации, они тоже в этом направлении позитивны, что у нас есть такие позиции, агростроительное регулирование, как территориальное планирование. И уже, так сказать, эксперты Минстроева сказали то, чтобы обязательным фактором терпланирования существенных это было сохранение культурного наследия, как некий фактор, который, так сказать, изначальный, так же как природные факторы и другие. Я думаю, что, в принципе, вот мы, Григорий, на самом деле, как Владимир Анатольевич Светнов сказал, что мы где-то идем где-то параллельными курсами, где-то кого-то опережает. И поэтому опыт и знакомство, оно очень важно. Я потом, видимо, обсудим в конце, как мы дальше будем взаимодействовать. Но создание, наверное, постоянно действия какого-то такой международной группы, которая связывается, это очень важно. В рамках Национального комитета ЕКОМОЗ, в рамках каких-то других институций. Но это, наверное, важно. Так что было, конечно, очень интересно. Вы очень коротко, там жестко, почти цитатно все это сделали. Но вот было интересно. Спасибо. Так, коллеги, товарищи, у нас, видимо, достаточно у нас коллеги хорошо работают, четко излагают свои мысли. И у нас, так сказать, потом попадает зазор, может, даже для вопросов уже по отдельным сессиям нашего, так сказать, общения. Дальше я представляю слово Гарольду Гарахту, профессору доктора технической наук, руководитель института испытаний строительных материалов и конструкций технического университета Штутгарта, Германия. Цель и задачи – миссия структуры технических стандартов Международной научно-технической ассоциации по строительству технического обслуживания и сохранению памятников. Прошу. Рокса Юниверситет, Германия. Да, спасибо большое. Я благодарю за возможность представить мою презентацию, посвященную задачам и миссии нашей организации. Прежде чем я начну, я хочу поблагодарить Министерство культуры Российской Федерации, потому что у меня была с ним встреча, это была очень интересная встреча. И далее, через полгода мы встретились вновь в моем офисе, и я думаю, что это дает нам очень надежду на большие перспективы в будущем. Я также хочу поблагодарить вас, дорогие коллеги, и также представителей ЭКОМОС. Я не понял вашу фамилию, но я хочу поблагодарить вас за ваше выступление. Дело в том, что я тоже являюсь членом ЭКОМОС. ЭКОМОС – это такая стратегическая организация, которая принимает решения по различным аспектам, касающимся культуры, культурной жизни, сохранению исторических культурных памятников и так далее. В общем, очень похоже. WTA – это организация, которая работает в области технических аспектов, потому что дело в том, что у нас есть не только объекты культурного наследия, но и много старых зданий XIX века, у которых очень много проблем. Мы должны понимать такую вещь, как сопротивление материалов, поведение материалов, для того, чтобы вырабатывать грамотную, правильную стратегию их реставрации. И есть большая потребность в опыте. И, конечно, мы пользуемся поддержкой различных экспертов, которые работают на журналистических институтах, но у нас есть большая острая необходимость в практиках. И также мы нуждаемся в тех компаниях, которые разрабатывают новые продукты. Дело в том, что нам нужно выяснить, работает это или нет. И нас интересуют серьезные компании, которые способны производить достаточно высокоэффективные материалы. И если мы находим такие компании, таких экспертов, то мы должны сотрудничать. И WTA, и миссия WTA, это прежде всего, дело в том, что WTA была создана в Германии. Вот моя презентация. Я хочу сказать и объяснить, что означает WTA. Это означает Международная научно-техническая ассоциация по строительству, техническому обслуживанию и сохранению памятников. И вот английская версия названия этой организации. Международная научно-техническая ассоциация по строительству, техническому обслуживанию и сохранению памятников. То есть мы занимаемся не только проблемами сохранения культурного наследия, но нас интересуют также и существующие строения, промышленные здания. И нас интересуют различные строения, принадлежащие прошлому. Надо сказать, что WTA, почему она была создана? Очень просто. После Второй мировой войны, как и наша коллега Камос сказала, после Второй мировой войны, очень много строений и зданий, исторических зданий в том числе, в Германии были разрушены. И наша задача была или восстановить их, или построить заново. Но по мере того, как экономика страны росла, муниципальные власти решили приступить к реставрации большинства зданий. И поэтому в большинстве городов существующие здания, исторические здания разрушаются и строятся новые, потому что гораздо легче построить новые здания, чем восстанавливать старые. И в это время была сделана просто сумасшедшая работа, потому что у людей не было знаний, как правильно реставрировать здания. Мы имели дело и с деревянными постройками, и с каменными постройками. И все они были сделаны из тех материалов, которые использовались в прошлом. И было несколько семинаров, которые были посвящены вот этим вопросам, то есть техническим вопросам реставрации существующих исторических зданий. И некоторые ученые, исследователи посещали эти семинары, и надо сказать, что они сказали, что это просто кошмар. Потому что то содержание, вот те доклады, которые делаются, они не имеют никакой научной основы, ужас, что они говорят. И очень много неправильных вещей было сказано, особенно по защите от сырости. Там было и практики, и университет, и профессора университетов, и самые здравомыслящие, и самые опытные из них решили создать независимую организацию для того, чтобы собираться и грамотно ощущать будущие технологии по сохранению существующих зданий. Поэтому вот образовался такой кружок, и главной мотивацией такого кружка было испишать вот таких вот неправильных информаций, которые распространялось через такие семинары. Это было неправильно. И нужно было как-то что-то делать для того, чтобы вдохновить исследователей работать в сфере, и с тем, чтобы была создана система правильной, грамотной подготовки специалистов и экспертов в этой области. Я не буду углубляться в детали, но если вам интересно, то эти слайды, этот материал содержится на нашем сайте. Но я просто расскажу о некоторых аспектах, и расскажу о том, как WTA была создана. И я расскажу вам о причинах. Отсутствие компетентности, с одной стороны, и во-вторых, было очень много людей, которые хотели как-то решить эту проблему и обрести новые правильные знания. Очень много денег кладывало строительство новых зданий. И те люди, которые были заняты в строительной промышленности, не были заинтересованы, чтобы сохранять старые исторические здания. Они получали гораздо больше выгоды от строительства новых зданий. Вот почему после такого семинара, о котором я уже говорил, несколько экспертов объединились. И на первой же встрече 50% тех, кто принял участие в этой встрече, задумались о том, чтобы создать специальную организацию, которая бы занималась именно вопросами грамотного сохранения исторического наследия. Итак, вот, после этого была создана WTA. И WTA стала такой международной ассоциацией, которая стала поощрять все научные исследования и практическое применение этих знаний в сфере сохранения культурного наследия. Там были и архитекторы, и строители, и специалисты по различным аспектам строительства. Там было также много людей, которые работали в сфере производства строительных материалов, потому что те люди, которые работают в сфере строительной промышленности, они должны понимать азы правильного строительства зданий. То есть это целая цепочка. И если эти люди будут объединены одной миссией, одним пониманием, то им удастся выполнить задачу этой организации. Поэтому мы решили объединить таких людей и разработать новые стандарты. В этом вся суть. Потому что обычно стандарты посвящены только различным аспектам строительства новых зданий. То есть большинство таких стандартов посвящены именно новым материалам. А что касается исторического наследия, то таких стандартов было очень мало. И я вам несколько позже остановлюсь на этом. То есть сейчас мы разрабатываем как раз стандарты, посвященные правильной реставрации исторических зданий. И с этой целью WTA организовала несколько технических комитетов, которые взяли на себя задачу разработать стандарты, посвященные различным аспектам сохранения и реставрации старых зданий. В основном в эту ассоциацию входят немецкие члены, представляющие Германию. Но сейчас туда входят и представители других стран. Но наша идея заключается в том, чтобы вовлечь им иностранных экспертов и международные организации. То есть мы должны работать в международном контексте и выходить за национальные рамки. Сейчас у нас в нашу организацию входит 550 членов. Также есть европейские члены из различных стран Европы, из Америки и из Китая. В нашу ассоциацию входят различные университеты, научно-исследовательские центры, институты. У нас есть промотирующие члены, то есть это представители компаний. И, конечно, у нас есть почетные члены и члены-основатели этой ассоциации. Если мы посмотрим на те профессии, которые представлены в нашей организации, то вы увидите, что примерно 20-25% приходится на научных сотрудников, затем 50% приходится на архитекторов и инженеров, но также 30% приходится на долю реставраторов и консультантов. Итак, когда мы начали свою работу, мы больше были сосредоточены на тех проблемах, которые существовали только в Германии. Но с 90-х годов мы стали проявлять интерес также к компаниям в Нидерландах и также в Швейцарии. И мы были заинтересованы, чтобы представители Швейцарии и Нидерландах вошли в нашу организацию. С тем, чтобы даже те организации, ученые, которые не являются членами нашей организации, могли работать в рамках нашей организации, чтобы они могли разрабатывать рекомендации и различные технические документы, посвященные различным аспектам и тонкостям реставрационных работ. И, значит, в 1995 году была основана первая швейцарская группа, которые разрешили создать свою национальную группу в 1998 году. То же самое случилось в Нидерландах. Произошло в Нидерландах в 1998 году. То есть в Нидерландах тоже, в свою очередь, была создана национальная группа под руководством президента этой группы. И затем другие страны также проявили заинтересованность. Дело в том, что большинство людей, которые работали в рабочих группах, в основном были немцами. И поэтому мы бы... Наш опыт касался именно немецкого опыта. И не очень легко переносить германский опыт на другие страны, потому что и стандарты, другие спецификации по материалам, другие в разных странах, и климатические условия разные в разных странах и так далее. Поэтому идея была в том, чтобы наши немецкие рекомендации были адаптированы к особенностям каждой конкретной страны. И поэтому мы также хотели распространять наши идеи, наши знания, чтобы наши знания не ограничивались только Германией, а переносились и на территории других стран. Также, что касается Чешской республики, то они также выдвинули инициативу создать такую национальную группу, национальный комитет. То же самое произошло и в Австрии, и в Италии, и в Хорватии, и в Англии. То есть был проявлен интерес со стороны этих стран создать такие национальные комитеты с тем, чтобы принять участие в обмене опытом, накопленным за последние 40 лет WTA. Вот на этом слайде вы видите различные национальные технические комитеты. Вначале было очень много проблем с такими технологиями, как деревянное изотчество, технология защиты поверхностей, природных камней. У нас было очень много проблем, которые были связаны также с защитой структур. И вот, что касается Москвы и России, это также одна из самых больших проблем, выработать правильную стратегию для того, чтобы реставрировать старые здания. Это очень важный аспект культурного наследия, потому что каждая стратегия, это всегда означает изменение в существующее здание, в существующее строение. И для культурного наследия это очень важно. И поэтому вот эти группы, так же, как и группа, которая занималась цементом, бетоном, очень много бетонных зданий есть, которые имеют историческое значение. Итак, необходимо знать азы физики, особенно, что касается защиты от сырости или электроосмоса, эффектов электроосмоса. Если вы не знаете основы этих наук, то как вы можете разрабатывать рекомендации по защиту или реставрации бетонных строений? И в 90-х годах, в 98-м году уровень знаний в этом вопросе был очень низким. И поэтому WTA стала очень хорошей, правильной и нужной организацией в Германии, потому что она объединила всех экспертов в этой области, которые имели и опыт, и знания в этой области. И поэтому WTA сыграла очень-очень важную роль. поскольку она смогла объединить в своих рядах всех нужных людей, специалистов. И еще одним важным техническим комитетом стал комитет, который разрабатывал различные рекомендации. И вот на этом слайде, я не буду обглубляться в детали, но вы можете видеть те аспекты, которыми занимаются конкретные технические комитеты. Например, технический комитет 1, защита деревянных строений. И все это касается различных методов защиты древесины, биота и защиты биоты, защиты от сырости. И вот все эти знания были объединены в этом комитете, потому что вы очень хорошо знаете, как защищать эти здания, не нанося ущерба тем людям, которые живут в этом здании. Затем технический комитет также работает с защитой поверхностей. То есть здесь речь идет о методах штукатуривания. В любом случае, если мы используем специальную штукатурку для реставрации или восстановления здания, у нас есть определенная цель. То есть нам нужно или консервировать, или сохранить, или убрать старую штукатурку. И здесь очень важна стратегия такой работы. И по технический комитет дает рекомендации, какой именно материал и какую именно технику нужно использовать для решения той или иной задачи по защите поверхности. Вот поэтому у нас есть такие рекомендации, разработанные в рамках технического комитета и рабочими группами. Потому что основная группа это делает именно в рабочих группах. То есть люди такие же, как ЭКОМОС, которые приносят с собой необходимые знания и опыт, и совершенно необязательно им быть членами WTA. И самое главное, для того, чтобы объединить всех экспертов, весь их опыт, который они накопили в этой области. Для того, чтобы разработать грамотные стратегии. Я не буду вдаваться в детали, потому что это отнимет много времени. Существует большое количество технических комитетов. И если вы заинтересованы в этой информации, вы можете запросить эти слайды у организаторов. И я здесь к вашим услугам. Я готов предоставить вам еще больше информации, если вас это интересует. И вы узнаете, чем занимается WTA. Эта организация была основана 40 лет назад. И темы, которые представляют наибольший интерес, они меняются со временем. Возникают проблемы, связанные еще и с удобством этих зданий. Мы должны подумать, каким образом перерабатывать или иные продукты, каким образом приспосабливать эти конструкции к современным условиям. Все изменилось по сравнению с тем, что было 40 лет назад. И структура технического комитета соответствует всем текущим процессам. Создается большое количество рабочих групп, порядка 40 рабочих групп работают над созданием новых стандартов, рекомендаций, докладов, публикаций. Но есть и новые сферы работы. И, конечно, если будут созданы новые группы по национальному признаку, например, по национальной принадлежности, или по работам по проведению тоннелей, по восстановлению железобетонных конструкций, например, если надо будет создать рекомендации для восстановления существующих конструкций или уже ранее построенных, естественно, это может быть сделано техническим комитетом или его новыми структурами, которые могут заниматься, например, вопросами сохранения зданий, консервации и так далее. Существуют люди, которые работают в технических комитетах, занимающиеся проблемами пожарной безопасности, потому что это очень сложный вопрос в ныне существующих конструкциях исторических зданий. И вся эта деятельность в технических комитетах и рабочих группах проводится с целью разработки рекомендаций WTA и также самых свежих докладов по последним проблемам, которые будут опубликованы и представлены для всех заинтересованных лиц. На данный момент мы разработали порядка 68 рекомендаций за последние 40 лет, и этот процесс продолжается. И, конечно, если стандарты утратили свою актуальность, мы их изымаем. Проводится большая деятельность в рабочих группах, которые берут за основу уже существующие рекомендации и разрабатывают новые. И я надеюсь, что через пару лет мы закончим разработку новых рекомендаций и стандартов. Что касается темы, которую затронет мой коллега, представитель чешского отделения WTA, они также будут говорить о последних, самых свежих стандартах, которые используются в сфере реставрационных работ и сохранения культурного наследия. Все, что является актуальным на рынке реставрационных работ, все это будет включено в эти 60-70 рекомендаций, которые имеются на данный момент. Как я сказал, мы создали три новых технических комитета, и эти люди проведут огромную работу для того, чтобы разработать новые технические рекомендации в соответствии с последними требованиями времени. Итак, мы предлагаем большое количество технических изданий. В Германии есть специализированный журнал на немецком, есть соответствующий журнал на английском, есть журнал для наших чешских коллег, они поговорят об этом немножко позже. Мы проводим большое количество конференций, делаем доклады на соответствующие темы, но очень важным является то, что мы имеем определенный интерес, поскольку существует спрос со стороны людей, которые занимаются реставрационными работами, работами по сохранению архитектурного наследия. Они заинтересованы использовать знания и разработать принципы того, каким образом продукты могут быть сертифицированы при минимуме квалификационных стандартов. Потому что все это может проходить под одним названием, но качество работ и результат после применения одного и того же метода под одним названием, он всегда разнится. То есть все это должно основываться на ценности и качестве уже существующего здания. Если мы используем не тот материал, мы утратим аутентичность оригинального здания. Что касается штукатурки, которая используется при реставрационных работах, составы для защиты от граффити, у нас есть определенные стандарты в связи с этим и качество этих стандартов связано с сертификационной системой. В компаниях, которые заинтересованы в этом, существует определенный минимум требований к качеству продукции. Сертификационная работа должна проводиться официальным лицом, определенным институтом, который занимается проведением тестирования. Они проводят тестирование, анализы. После этого специалисты из сертификационных групп WTA должны посмотреть на результаты этих тестов. И после того, как все требования будут удовлетворены, вы получите сертификацию. Все материалы, которые перечислены в требованиях WTA, существует очень широкий спектр требований, но мы должны точно определиться с той квалификацией, которая необходима. Мы должны делиться нашими знаниями. Ведется большая деятельность. И у нас председательствующий совет также весьма активен в своей работе. Я достаточно уже сказала, в чем же заключается преимущество работы с WTA. Это организация, которая занимается организацией экспертных совещаний, конференций, семинаров. Она публикует рекомендации, которые представляют интерес для людей, работающих в нашей сфере. Мы также осуществляем сотрудничество и проводим дискуссии со специалистами, работающими в нашей сфере. Мы разработали, на мой взгляд, небольшую международную платформу, которая позволяет вести работу по поддержанию исторических зданий в надлежащем состоянии, проводить международные исследования. Мы способствуем организации международных ассоциаций. И эти все вопросы освещены в моей презентации. Мы, конечно же, хотим сблизиться с молодежью, которая занимается исследованиями в нашей сфере. В конце этой недели WTA будет организовывать международный симпозиум, который будет проходить под руководством группы Нидерландов и Фландри под руководством Строительного института. И я в Штутгарте буду руководить этим проектом. Мы приглашаем туда молодых ученых, которые работают в этой сфере. И мы очень этому рады. Потому что до сей поры в основном представители немецкой стороны преобладали в этой кампании. Сейчас всего лишь небольшой процент будет представлен со стороны Германии. Все остальные приехали из других стран, из Нидерландов, из Соединенных Штатов. Более того, мы пытаемся привлечь молодых людей не только к исследованиям, но и к практическим занятиям. Практическая деятельность ведется нашей организацией с 99-го года. Это очень интересно. Это исследования в университетах, это и практические работы. Более того, в Германии мы обожаем основывать разные ассоциации. Если три немца соберутся вместе, и у них найдется общая тема для разговора, они обязательно организуют какую-нибудь ассоциацию. Может быть, это немножко сумасшедшим покажется, но, тем не менее, что касается WTA, 40 лет назад, я считаю, мы сделали очень хорошую вещь. И время показало, продемонстрировало преимущество нашей организации, которая объединила исследования и практические работы, которые будут развиваться с перспективой на будущее. За последние три года мы проводили большое количество споров и дискуссий относительно того, каким образом оптимизировать нашу структуру не только в Германии, но и во всей Европе. И мы разработали новую структуру, которая ориентирована примерно так же, как и КАМОС. И мы постарались создать структуру, которая позволяет работать странам и в Восточной Европе, и в Западной Европе, во всех частях Европы. в том случае, если они заинтересованы в проведении деятельности в нашей области. Если вам это интересно, я готов потом это все обсудить в меньших группах. Мы создаем своего рода международный зонтик, охватывающий все страны, но деятельность на национальном уровне тоже важна, потому что они знают специфику проблем именно своей национальной территории. Какого типа конструкции и здания требуют реставрации, они лучше всего знают свои собственные проблемы, а потом они встречаются, они делятся проблемами и опытом на международной арене для того, чтобы выработать какие-то конкретные рекомендации. Ну и, может быть, создать какой-то отчет. Мы предлагаем новые аспекты работы национальных групп. Они работают по принципу общей ассоциации. Вы видите, здесь предлагается устав на английском языке. И, если вам это интересно, вы можете с ним ознакомиться, и вы поймете проблемы, о которых мы думаем. Я думаю, всем будет интересно прочитать наш устав и направление нашей деятельности на английском языке. Мы собираемся провести генеральную ассамблею, где мы обсудим наш обновленный устав, а также перспективы развития на будущее в международных и национальных группах. И я полагаю, что у нас есть новая перспектива, особенно касательно деятельности, которые проводятся на контекстуальной основе. Например, если мы возьмем стандарт, касающийся сохранения культурного наследия, он актуален и до сих пор. Но мы хотим разработать документ, где будет представлен список того, каким образом работать с той или иной проблемой. То есть не только стоимость проведения работ, но и метод проведения работ. Мы создадим большее количество национальных групп, и, конечно, они могут быть представлены в различных международных организациях по стандартизации. И все мы сможем заниматься решением проблем касательно сохранения уже существующих культурных объектов, каким образом улучшить работу в этой области, какую работу какая нация проводит. у нас, к сожалению, не хватает времени, чтобы поделиться нашими идеями, чтобы выработать правильные методы работы с сохранением культурного наследия. Но на этом я закончу свою презентацию. И если вас интересует работа организации WTA, мы будем рады приветствовать вас. это не обязательно становиться членом нашей организации. Мы можем это обсуждать просто на коллегиальной основе. Но если Россия вдруг решит стать членом нашей организации, добро пожаловать. Мы будем вам рады. Достаточно очень объемный доклад, начиная от конкретики, связанной с материалами, с сертификацией и так далее, до общих управленческих там организационных моментов. Мы вначале уже говорили, что эта конференция должна послужить для создания какой-то институции, которая на постоянной основе свяжет взаимодействие международных экспертов, наших экспертов в этой сфере. Как это будет? То ли это будет филиал или ассоциация на базе ВТА, других организаций иностранных в России. Я знаю в работе в техническом комитете, я знаю, что вот эти проблемы решаются не системно. День за днем, месяц за месяцем, год за годом. И тогда накапливается опыт, накапливается взаимодействие, накапливается некое общее понимание. То есть конференция такого плана, это просто первичный вход в тему и понимание, кто чем занимается. И это очень хорошо. На самом деле два выступления для меня по крайней мере оказались очень важны. Спасибо еще раз за подробные субтитры и субтитры